Каждый год в нашей стране строят новые электростанции, линии передач, электрифицируются транспортом. И все больше меди для проводов и электромашин должна вырабатывать промышленность. Электротехническая медь должна быть чистой. Примеси, ухудшающие ее проводимость, вызовут потери электроэнергии. Очистка меди, рафинирование, производится путем электролиза. Всякая установка для электролиза состоит из электродов. Анодов. Здесь это толстые пластины, еще не очищенные меди. И катодов. Здесь катодами служат тонкие листы чистой меди. Электроды погружаются в ванну с электролитом. Раствор электролита содержит заряженные частицы, ионы. Но откуда появились ионы? Рассмотрим, например, растворение в воде хлористого водорода. В его молекуле отрицательный заряд сдвинут в сторону атома хлора, положительный к атому водорода. В молекулах воды разноименные заряды также сдвинуты к разным концам. Атомы в молекуле хлористого водорода колеблются. Разноименные концы молекул воды и хлористого водорода взаимно притягиваются. И это вместе с тепловым движением приводит к разделению молекулы хлористого водорода на ионы. В этом процессе электролитической диссоциации электрический ток не участвовал. Условимся изображать шариком совпадины положительные ионы, как потерявшие электроны, а шариком с выступом отрицательные ионы, как получившие дополнительные электроны. Если в электролите нет электрического поля между электродами, то ионы движутся хаотически. Разноименные ионы, сталкиваясь, могут соединяться в молекулы. Этот процесс называется молизацией. Образовавшиеся молекулы снова диссоциируют. Когда в электролите имеется электрическое поле, ионы, благодаря своим зарядам, начинают двигаться к электродам. Это направленное движение ионов и есть электрический ток в растворе. Посмотрим, что же происходит на электродах. Положительные ионы водорода, катионы, подходят к отрицательному электроду, катоду, получают от него электроны, превращаются в нейтральные атомы и соединяются в молекулы. Отрицательные ионы хлора, а неоны, подходят к положительному электроду, аноду, отдают ему электроны, превращаются в нейтральные атомы и соединяются в молекулы. Это и есть процесс электролиза. Но не всегда происходит выделение вещества на обоих электродах. Это зависит от выбора электродов и электролита. Так при электролизе раствора медного купороса с медными электродами, отрицательные ионы, приближаясь к аноду, создают сильное электрическое поле и вырывают из электрода ионы меди. В этом случае происходит так называемое анодное растворение. Это явление используется при рафинировании меди. Анодом здесь служит пластина неочищенной меди. Она содержит различные примеси. Катодом при рафинировании служит тонкий лист чистой меди. Можно подобрать такое напряжение, при котором на катоде будут выделяться только атомы меди.